Абакан, улица Заводская 3. Именно так и выглядит общежитие на миллион. Крупную сумму его жильцы задолжали за отопление комнат. Трудная ситуация. У вас производство с 3 мая 2015 года. То есть возбуждено. 3 мая 2015 года. То есть у вас сумма, она не касится. Устав от предупреждений, энергетики и судебные приставы пошли, как говорится, в народ. Вот у этой женщины за долги в 20 тысяч рублей решено арестовать имущество. Она соглашается пустить для описи только исполнителя. Без телекамер. Теперь у нее есть месяц, чтобы найти деньги. В противном случае личные вещи будут конфискованы. В счет долга. Был наложен арест на стенку в корпусе коричневого цвета и плазменный телевизор. Сумма 14 тысяч. Арест не только является мерой принудительного исполнения, но и мотиватором. То есть когда человек понимает, что прямо сейчас он останется без телевизора, к которому он привык, то естественно он уже начинает хотя бы искать выходы из сложившейся ситуации. Заставить искать выходы подобным способом приставы намерены жильцов 20 квартир. Только это в общежитии. Например, у этой хозяйки комнаты долг, пусть не 20, 5 тысяч рублей все равно. От описи имущества не уйти. Очевидно, опешив перед телекамерой, хозяйка наотрез отказалась пускать за порог. А как я опущу вас? Нет, я не буду никого пускать. Ну так, у меня ребенок болит. Я просто не знаю, давайте не знаю. Заходите одни только. Неожиданно рейд по сбору долгов превратился в детектив. По словам соседей, эта квартира давно пустует. Я знаю, что тут вообще никто не живет. Ты вообще никто не живет? Давно уже не живет. Ну, месяц, около месяца точно. А вообще видели, да, жилку? Были. Ну, здесь я не видела никого. Приставы оставляют хозяевам в двери записку, а визит свой решают повторить. На всякий случай придут в самый неожиданный момент. Таких вот злостных неплательщиков только в Абакане сотни, а то и тысячи человек. Общая сумма долгов за тепло более полумиллиарда рублей. Главная проблема в том, говорят энергетики, что от нерадивых горожан рискует пострадать добросовестное большинство. В первую очередь мы не имеем возможности производить ремонт оборудования, ремонт тепловых сетей. А несвоевременная производство ремонтов может негативно сказаться, в свою очередь, на качестве теплостабжения. Так что вопрос этот очень актуальный. Кстати, просто так отключить потребителей с долгами от тепла компания тоже не может. Так уж устроены сети. Энергетикам лишь остается ходить в такие вот рейды и предупреждать. Платить лучше сразу, а то вместе со взысканием долгов придется раскошелиться и на судебные тяжбы, и на проценты. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.